Други мои, всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру, Макевара.ру, Корректура.ру, Шилов.ком и так далее. Сегодня у нас в теме подкасты за рулем такая тема. Есть ли сейчас такая штука, как сманипулирование умами людей на пространстве интернета и, в частности, в ютубе? До последнего времени интернет считался последним мотоплотом свободного сознания в интернете. В мире, в России вообще. Короче, вот так вот. То есть, то, что касается центральных СМИ различных и прочего, это понятно. Они ангажированы полностью государством и, безусловно, любое государство, которое имеет свое подчинение СМИ, как и любая структура, владеющая каким-то мощным медийным пространством, она, безусловно, продвигает те концепции, которые интересны именно ему, а именно правящей, скажем так, элите. Это что касается государства. Но здесь нет ничего, скажем так, особенного, потому что частное лицо, если бы, ну, как обладало СМИ и обладает, такое же есть, но тоже, безусловно, продвигает собственные интересы для того, чтобы максимально завладеть умами тех, кто этими СМИ пользуется. Но делает это так, чтобы получить максимальную пользу для себя от продаж медийного пространства, от продвижения собственных идей каких-то и так далее. Поэтому ничего здесь особенного нет, да, совершенно. Вот. Ну вот интернет, это, а и в частности, сам YouTube, это было то пространство, где любой мог высказать собственные мнения, а так как людей очень много и мнений тоже очень много, и поэтому, если было желание с... формировать какую-то точку зрения на какой-то предмет, на какую-то ситуацию, какое-то событие, новость, то достаточно было зайти на YouTube и прелевантному запросу по этой теме найти подборку различных новостей и различных видеокастов, все это дело посмотреть, посмотреть мнения разных людей, потому что они действительно были разные, хотя, безусловно, прослеживались определенные тренды, формирование определенной группы лиц, которые высказывали однотипные точки зрения, и уже формировать собственную точку зрения, одновременно посмотрев, а может быть, что говорится об этой же самой новости по центральным СМИ на телевидении или на каких-нибудь ангажированных каналах на YouTube. Но я на YouTube не рассматриваю эти каналы, почему они, как правило, просто дублируют те телепередачи, которые идут по центральным СМИ. Вот. И что же мы видим? Ну, на самом деле, как можно повлиять на YouTube? На YouTube можно повлиять двумя способами. Первый, это повлиять на него, значит, ну, как извне. Здесь тоже есть два мощных способа. Первое, это цензура, либо запретительные меры, то есть вообще его можно закрыть на уровне государственном, его можно цензуировать по ряду каких-то запросов, ключевых слов, запретить какие-то каналы, значит, попить Роскомнадзор, в общем, и повлиять на то, чтобы кто-то что-то не мог делать, да. Это как можно повлиять извне. То есть, второе, это можно повлиять на самих тех людей, которые не высказывают какое-то мнение на YouTube, если оно, типа, не нравится. Это мы тоже со сплошь и рядом видим сейчас, как это проявляется. Это просто показывают мне, значит, угодные точки зрения. Редикальные с точки зрения может быть, когда, ну, это поправится. В статке Конституции, когда за свободу слова, да, за выс... там какие-то... Ему вменяется какая-то самая статья, когда за уши притягивается на какой-нибудь экстремизм или что-то еще, и его закрывают, словно говоря. Вот. Это бывает. В крайней мере, мне так определенные мнения начать формировать у тех людей, которые активно присутствуют на YouTube, определенную точку самозрения, как это делается, в том числе и на телевидении. И каким образом это, собственно говоря, происходить может быть. Здесь тоже способов несколько. Первое, это повлиять на тех, кто только смотрит. Каким образом это делать? Опять же, это определенные выдачи по релевантности определенных ангажированных роликов и, значит, ангажированных каких-то каналов, но которые в виде нативных каких-то таких вбрасываний как бы показывают определенные мнения самых разных людей. То есть, и получается так, что это обычные люди высказывают обычные мнения собственные. И вот, а так как это по релевантности выбрасывается как рекомендуемые ролики и все такое прочее, то абсолютное большинство людей их все-таки как-нибудь увидят и просмотрят. Вот таким вот образом это произойдет. А второе, это действительно либо купить, либо запугать, либо как-то иным образом повлиять на блогеров, которые активную деятельность идут в интернете в качестве авторов. И здесь тоже способов значит, несколько. Первое, это вот именно повлиять непосредственно, то есть, либо купить, либо запугать, либо так сказать, убедить, напрямую завербовать. Это более грубый способ, но он, в принципе, работает тоже. А второй способ гораздо более тонкий, и вот о нем я и хочу поговорить. Это способ сформировать определенные мнения, сделав в обществе замоке блогеров какой-то мощный вброс. Значит, такой, который вызовет целую резонансную волну для того, чтобы все это блогеры на эту тему замкнулись. И в качестве примера приведу два момента. Первый, это вот когда был батл, предположим, Максимирона с Гнойным. это было просто проба пера. когда, сделав вот такую скандальную штучку, ни к чему не обязанную, не обязывавшую и ни к чему не привязанную, просто отсмотрели, как это все работает. Второй, не, даже три момента приведу. Второй момент, это выход с Душко шоу, который, безусловно, раскручено было, я думаю, что учитывая тот факт, как это делалось и с помощью каких средств это делалось, здесь не обошлось без того, чтобы это было очень сильно поддержано какими-то центральными мощными структурами, для того, чтобы посмотреть, насколько они хорошо овладели инструментами интернета и инструментами привлечения внимания самосообщества. И у них это тоже прошло, так как было огромное количество подписок, огромное количество всяких разных отзывов, рост аудитории просто колоссальный, просто все рекорды побиты были по росту. И вот первая, мне кажется, реальная проба пера, прямо такая конкретная, была произведена совсем недавно на скандале Немагии и Тинькова. Здесь, конечно, нет, вы можете подумать, что я какую-то теорию заговора за уши притягиваю. Нет, я просто высказываю версию, которая может быть правдой, а может быть неправдой, но даже если она является неправдой, то есть если это все было не так, это случайное стечение обстоятельств, то это прекрасный повод произвести скандаканализ для того, чтобы создать мощный инструмент. И учтите, что этим инструментом не применут воспользоваться как можно быстрее. Так вот, что там собственно говоря произошло? А произошло два события на самом деле одновременно, но из-за одного в глобальных масштабах для страны менее значимого было отвлечено им внимание от более значимого. И что это собственно говоря было такое? Скандалом немагии с Тиньковым, который конечно безусловно носит выпивающий характер, я озвучил сразу, что я на стороне немагии полностью, потому что Тиньков, который заявлял, что интернет для него не нужен нафиг и все такое прочее, тем не менее, абсолютно кривит душой и использует инструменты рекламы в интернете полностью, весь интернет с собой засрал и на ютубе тоже рекламу купил у блогеров вроде в этом пока мы ничего плохого не видим хотя я явно не сторонник Тиньков и банк как такового и тех методов которыми работает он, но это отдельная тема Тиньков значит рекламу купил весь интернет и ютуб с рекламой засрал и потом не применил высказаться что все ютуберы блогеры продажные и они маму продадут и вот это вот ребят подстегнуло и блогеров всех остальных задело за живое и речь всех по этой теме высказались кострее озлобленнее это не магия вот и они развенчали работу Тинькова как таковую но именно первопричиной было не даже суть работы бизнеса банкового как такового они хотели развенчать саму фигуру Тинькова раз он скажем так оскорбил блогеров значит они решили скажем ну как ответку нанести ему но ответку нанесли они болезненную осветив всю работу Тинькова они нанесли удары по его бизнесу просто на самом деле ничего криминального не делая а просто показав как работает у Тинькова бизнес просто люди не знали этого они узнали как это все работает и оказалось что это людям не нравится и многие люди стали отказываться от услуг по кредитованию от банка Тиньков вот здесь как бы санимаги задело две темы это первое отношение к самому Тинькову и второе они задели осветили сам работу Тинькова банка как такового и если первое что касается самой личности было сделано очень остро и резко может даже с какими-то перегибами то в отношении того как работает банк они просто показали ну подноготную но но получилась такая мощная синергия что люди не могут разделить между собой две темы Тиньков банк и Тиньков как личность такова и на самом деле это правильно разделять это нельзя потому что работа Тиньков банка это непосредственно тема самого господина Тинькова вот и поэтому разделять эти вещи никак нельзя тем более что Тиньков лично продвигая в интернете свой банк тоже себя с банком не разделяет он фигурирует там как лицо на всех на фотографиях и все прочее то есть он себя позиционирует он себя пиарит с помощью банка и банк пиарит с помощью себя поэтому это вообще неразделимые две вещи он кстати любые бренды самки свои всегда продвигал с помощью себя как бренда то есть брендом является непосредственно он сам лично один вот так вот и его лицо то есть его фигура как таковая поэтому уж так и это получилось что задев непосредственно Тинькова как такового они нанесли удар бизнес ну Тиньков подал иск в суд это все знают я ничего нового не говорю то что они нанесли там ущерб сначала банку ну тут это вообще недоказуемо и поэтому он подал на клевету клеветы там вообще не усматриваю никакой а какими методами уже действовало потом непосредственно еще не доводя дело до суда как такового это просто вообще безобразие все нанес он ущерб такой репутации сам своей что там уже и не магии то не надо то есть хуже того как он там не поступил вообще поступить было нельзя но резонанс это создало колоссальный все блогерское сообщество несмотря на внутренние противоречия на весь гигантский смсрач который вообще у них со всети происходит их не постоянные баттлы какие-то стримы и несмотря на страйки которые они друг другу кидают там все такое они все объединились в одну в один единый мощный кулак против господина Тинькова потому что затронули самые священные они просто поняли что свободу слова и методы которыми борются с ним вот и значит все как один выступили все против господина Тинькова все чем они показали что могут собираться в единый массив что раздробить их в определенные трудные моменты сложно равно как и легко в эти сложные моменты собрать в единый мощный какой-то конголерат который будет действовать едино совершенно по одному с помощью каких-то инструментов сделанных ли случайно появившихся спровоцированных ли можно объединять в единую армию действующую по единому сценарию не покупая нет там никого не покупали денег на это вообще не затратили что называется то есть если это случайная тема а вот давайте рассмотрим теперь такой самый момент что это не случайная тема что это инспирированная совершенно тема которая была вброшена накануне происходивших в России в некоторых регионах муниципальных выборов помните как было раньше проходят какие-то выборы и возникает ситуация когда есть какие-то на каких-то участках с нарушением вбросы что-то там еще пятое десятое и сразу абсолютное количество полиции и блогеров каких-то и прочих блогеров начинают делать определенный хайп потому что это мега новость это нарушение закона там да там уголовные статья первый там камикадзе иди что-то высказывает потом еще кто-то там пятое десятое вот и собственно говоря все на этом ловят определенный хайп обсуждая данную тему и показывая все с видоса то есть видите ну это как правило по лицам и блогеры действуют таким образом другие в эту тему не вникают но о прелевантности тема поднимается потому что по лицам и блогеры тоже имеют аудиторию большую и в рекомендуемых видео это все дело поднимается вверх вот а вот вбросили ту тему которую муссируют все блогеры все поддерживаются в конфликте Тинькофф не магия все не магию поддерживают и это касается всех блогеров даже те которые ой прошу прощения значит освещают любые события начиная от научно популярных и детских и прочих и пятых десятых все своим коллегам оказывают мощью поддержку новость настолько мощна и сильна настолько она просто колоссальна по резонансу что она забивает собой весь интернет абсолютно среди тех кто интернетом активно пользуется кто так от раза к разу конечно они в релевантных запросах не будут видеть этого всего но те кто в интернете постоянно и на ютубе постоянно они все это дело видят и понимаете у них первые страницы всех рекомендаций и все на кого там люди подписаны везде видят первые новости кто поддерживает немагию или не поддерживают в защиту не в защиту то есть все время несколько дней несколько дней это муссируется везде в топах одна вот эта тема и больше никаких других а в это время проходят что муниципальные выборы и они как раз несмотря на то что прошли с колоссальным количеством нарушений если верить тому что мы можем видеть на роликах заинтересованных лиц со стороны наблюдателей как это все нарушалось как были вбросы на самом деле довольно много видео было снято самых разных вот некоторые просто самороз по коже от наглости как действуют председатели избирательных компаний и как им потакают представители власти это просто вопиющая какая-то тема и это жесть это посмотришь на это просто кровь в жилах реально стынет от того как это все нарушается и как как никто не может помочь тем кто прав ну судя по роликам противодействовать уголовным преступлениям то есть понимаете уголовные преступления и представители власти ничего не делают а делают даже все для того чтобы сокрыть это все это просто жесть вообще но мы этого вообще не видим абсолютно никак никак почему а потому что эти новости можно получить только по специальному запросу например если вы найдете выборы нарушения на выборах выборы в россии вот что-то может вылезти только только в этом случае только в этом и больше никак представляете остальное все занято конфликтом снимание и вот здесь значит несколько теорий первая теория что это случайно есть течение обстоятельств просто так это получилось что вот эти два события совпали я вообще в это обычно как правило не верю редко что жизни так удачно сам соединяется для кого-то вот но тем не менее даже если это произошло так то я говорю это послужило поводом тому чтобы проанализировать сам ситуацию и понять что существуют определенные факторы которые позволяют управлять массово всем блогерским сообществом легко причем довольно легко и чтобы что подвлекать весь интернет от каких-то других событий по крайней мере вот хотя бы ради этого даже это раз второй момент как это могло быть на самом деле это инспирированные то есть инспирированные события которые сведены во время то есть конфликт Тиньков и Немаги специально подтянутся ко времени и не конфликт а именно то что Тиньков как считается послал значит бригаду милиционеров с Петровки 37 не знаю с какой там Петровки короче говоря 38 в общем ладно короче говоря послал оттуда и вот что-то вот там ребята обыскивают по тому а по делу на клевете то есть там ищутся клевету с помощью значит обыска вот это круто конечно ладно и вот это все совпало во времени тогда это уже игра очень тонкая очень такая как бы ну не очень тонкая но такая скажем так интересная да уже со стороны заинтересованных лиц которые хотели подвлечь с помощью значит одного события от событий в смысле другого и третий вариант но мне как-то не хочется рассматривать но я его значит озвучу тоже что это я просто говорю что это одна из сам теорий которые я не придерживаюсь ни в коем разе но которые реально может быть это то что в этом конфликте сантиньков и немаги немаги сыграла не последнюю роль они здесь не потерпевшие а самые явные это фигуранты то есть и вся эта ситуация была продумана и сантоконфликт был тоже продуман с самого начала то есть он весь запланированный и со стороны немаги и со стороны тинькова но с другой стороны тема еще такая что вот если тиньков на это дело подписался то он конечно явно недооценил тот резонанс который может быть и какой-то ущерб нанесет его репутации но я не знаю чем его тогда могли либо шантажировать либо привлекать либо покупать чтобы он на это дело подписался но он явно просчитался а вот немаги можно было гораздо проще подкупить можно а может быть и нет понимаете потому что ребята на самом деле интересные жесткие поэтому я думаю что вряд ли они были куплены вот это ну скорее всего теория номер два то есть когда просто было инспирировано вот это дело накануне выборов а непосредственно вот эта явка милиционеров с обыском сделано было непосредственно так чтобы это произошло вот прям 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 накануне выбора ну вот такие версии собственно говоря я еще раз говорю что это просто теории версии абстрактные для того чтобы было над чем поразмыслить я никому не вменяю ни одну из них вы можете просто сами анализировать события и рассматривать все с разных точек зрения задача моих таких видео одна это предложить рассматривать всем любые события с разных точек зрения анализировать разные варианты и потом любые факты которые получены будут в дальнейшем будут ложиться в канву того или той или иной версии а может быть у вас есть и другие версии и другие теории и тогда можно формировать собственную точку зрения а не принимать какую-то общепринятую такую как например там диктуют на центральных сми или такую как продвигает все сообщество сомги блогеров которые на данный момент в этой теме является единым там ну сомги практически единым монолитом потому что затронули структуру сомги блогерскую единое сообщество поэтому у них сейчас групповой интеллект и их мнение можно рассматривать как там ну мне несколько одного человека они защищаются вот так вот защищаются а нам со стороны нужно сформировать еще несколько точек зрения чтобы понимать не просто кто прав и кто виноват а чтобы понимать в какую сторону дальше жить и как дальше действовать вот так вот ну все друзья обязательно пересмотрите это видео если вы его не посмотрели а потом я его еще выложу на лайв ченнел на своем канале на ютуб всем пока субтитры